Добрый день, уважаемые зрители! Если вы меня слышите, то пожалуйста отреагируйте, поставьте плюсик в чат. Итак, еще раз добрый день, уважаемые зрители онлайн, если вы меня слышите, пожалуйста отреагируйте, поставьте плюсик в чат. Слышно ли меня, все ли хорошо? Так, отлично, сейчас я сам что-то проверю. Вот, хорошо, все работает. Спасибо за реакцию. Итак, зовут меня Котин Александр, я аналитик официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Семинар наш называется «Краткосрочный волновой анализ валютных пар и золота». Я расскажу о текущей ситуации на финансовых рынках и возможно мы сделаем какие-то предположения о том, что может сегодня в течение дня произойти. Также будут интересны ваши пожелания, вопросы, пишите их в чат, я обязательно на них отреагирую. Итак, давайте начнем. Начнем с евро-доллара. Возьмем 4-х часовой график, среднесрочный таймфрейм. Считаю, что здесь после первого импульса вниз завершилась коррекция, развивается новое движение и мы уже будем его рассматривать более подробно на часовом графике. На часовом графике мы можем с вами увидеть следующую картину. Я вот думаю, что здесь формируется нисходящий импульс, в котором первая, вторая, третья, четвертая волна сейчас формируются. И нам нужно ответить на вопрос, где будет завершение именно вот этой четвертой волны и где оно происходит. То есть по отношению к третьей волне четвертая обычно заканчивается на уровне 38,2 или 50%. То есть вот это является целевой зоной для завершения четвертой волны. И нам нужно оценить последний импульс в этом движении. Это мы сейчас тоже сделаем. Это достаточно просто. Мы зайдем в последнее движение, откроем его в масштабе, там где у нас будет минимум 100 баров. Вот. Видно. Вот это раз. И вот формируется еще здесь что-то. То есть первая дивергенция как минимум здесь есть, внутри этого импульса. То есть мы можем сказать, что этот импульс затухает, и что по его завершению с очень большой вероятностью мы сможем увидеть еще один нисходящий импульс к обновлению минимума, ну или как минимум к минимуму от 7 июля. Вот. Вот сюда. А может там и пониже чуть-чуть. Вот. Я считаю, что здесь можно найти очень хорошую возможность именно для дальнейших продаж, для входа в рынок именно в продажу. Но надо просто дождаться завершения вот этого последнего импульса в этом движении. Я сомневаюсь пока в том, что он закончился, и может произойти такое, что и сегодняшний максимум еще раз будет обновлен. Особенно на открытии европейской сессии. Мы как раз с вами общаемся обычно перед открытием Европы, и я вот думаю, что на открытии Европы может произойти такое, что этот максимум цена обновит, а потом будет формироваться дальнейшее продолжение этого тренда. Так. Британский фунт, восходящий тренд. Я пересмотрел немного здесь разметку. Сейчас я считаю, что вот последний импульс, он формируется от минимума 24 марта, и в нем только второй импульс, то есть третья волна формируется наверх. Ну, как бы импульсами я называю только первую, третью и пятую, поэтому два импульса это означает один, два, три. Вот так. Дальше что? Если мы с вами перейдем на 4 часа, ну, или на 12 часов, то есть это будет видно уже два последних восходящих импульса, и я вчера обозначил уровень 1.70 приблизительно, это опять же максимум первой волны, и считаю, что вполне вероятно, что коррекция, она может на этом уровне остановиться в среднесрочной перспективе, и отсюда наверняка можно будет увидеть, ну, или как минимум, скорее всего, можно будет увидеть новый восходящий импульс. Однако, если мы сейчас будем анализировать то, что происходит вот в начавшейся коррекции, то мы ее откроем с вами на часовом графике, либо на 30-минутном, и здесь просматривается вот что, просматривается здесь пока только один импульс вниз, и его можно даже уже взять и разметить вот таким вот образом. Видно его очень хорошо. Вот здесь вот вы можете сказать, что немного ООО запрыгивает за вот этот минимум, но вот это немного, оно как бы, его можно в расчет не брать. Вот. Поэтому я считаю, что вполне здесь 1, 2, 3, 4, 5, это только первый нисходящий импульс, и вполне, я думаю, что сегодня, сегодня, может быть, скорее всего, опять же, на открытии Европы, можно будет увидеть начало второго импульса в этой коррекции, потому что коррекция, она будет, скорее всего, будет состоять из двух импульсов, и, вероятнее всего, это может произойти вот так. То есть у нас один импульс, ну, то есть в виде зигзага, так как, если мы говорим, что волна А, которую мы разметили как 1, 2, 3, 4 и 5, у нас состоит из пяти волн, то, скорее всего, мы увидим простую зигзагообразную коррекцию здесь. Опять же, есть такой принцип чередования, и если мы перейдем на 12 часов, мы попробуем оценить то, чем у нас была волна 2, то волна 2 была у нас, ну, предположительно, тоже простой коррекцией. Поэтому ожидать то, что четвертая будет в виде простой коррекции, тоже, я думаю, не стоит, потому что есть принцип чередования, по которому, если волна 2 простая коррекция, то четверка будет, соответственно, какой-то сложной коррекцией, достаточно продолжительной и так далее. Тем более четвертые волны, они этим и характеризуются. Ну, вот так. Здесь посмотрим, будет видно, что случится нужно время. Но, тем не менее, пока вот, опираясь вот на то, что я вижу здесь, я бы оценил это движение как именно 1, 2, 3, 4 и 5, и предположил бы, что это А, Б и, соответственно, мог бы, ожидал бы еще волну С вниз. То есть, именно к уровню 1,70. Уже там в среднесрочной перспективе. Швейцарский франк. Так, это у нас Дели. Давайте возьмем 4 часа. Также был восходящий тренд. И, соответственно, скорректировался этот импульс. Завершилась коррекция 1 июля. И развивается новое восходящее движение, в котором хорошо прослеживается на часовом графике, ну, практически так же, как на евро-долларе, только в обратную сторону. 1, 2, 3, 4. Ну, и, вероятно, если, опять же, взять FIBA уровни, нанести их вот сюда, чтобы нолик был на максимуме, вот, то, опять же, вот, между уровнем 30... Сейчас я это все увеличу. Так, между уровнем 38,2 и 50%, я думаю, можно ожидать завершения коррекционного движения, но, опять же, с обновлением минимумов может это произойти. Либо даже с обновлением минимума от 8 июля. Может и такое быть. На открытии Европы здесь нужно быть осторожным, потому что, как правило, минимумы либо максимумы на открытии Европы очень часто обновляются. Ну, и связано это, как понимаете, с тем, что у крупных участников рынка здесь установлены стопы, лимитники на покупку, и очень вероятно, что так оно и произойдет. На открытии именно европейской сессии. Поэтому внимательно присмотритесь к этому. Австралийский доллар показывает нам завершение восходящего импульса пятиволнового. На дневном графике его видно очень хорошо, поэтому я 4 часа не рассматриваю, а беру сразу дневной таймфрейм. Произошло завершение, и вот две свечи таких вот очень хороших вниз здесь, на мой взгляд, говорят о начале нового, точнее не то, что нового импульса, а начале коррекционного движения, вот примерно к этой целевой зоне, между 38,2 и 61,8% коррекции от всего предыдущего импульса. На 4 часах последний импульс, мы видим, что он завершился, тут должно часов 6 взять, может, конечно, взять и 8, тут будет баров слишком мало. Вот на 6 часах. И видно, что развивается новый нисходящий импульс, мы открываем его уже в масштабе на двухчасовом, либо на часовом графике. И вот обратите внимание на то, что опять же нам нужны FIBA уровни. Здесь так, если мы возьмем за 100% предыдущую третью волну, то есть если будем считать вот так, 1, 2, 3, соответственно, это у нас 104, то видно, что она уже преодолела уровень 61,8, но вот линии, горизонтальной линии уровнем 0,9427 обозначен минимум предположительно первой волны в этом движении. И мы этого уровня не достигли, поэтому FIBA уровни в данном случае они нам не нужны, но говорить о том, что с очень большой вероятностью вот это коррекционное движение завершилось и можно ожидать еще одного импульса уже вот в этой волне, я бы вот, скажем так, ориентировался именно на это. На мой взгляд, движение вот это, оно тоже завершилось, потому что если мы его откроем в масштабе и посмотрим, вот не 47 баров, а возьмем побольше, 94 или даже вот 20-минутный график откроем, чтобы 141 бар. Вот в нем хорошо очень видно первая, вторая, третья, четвертая и пятая волна. Вот она дивергенция, вот он переворот, вот он переворот через ноль в четвертой волне и вот он импульс, полноценный, завершенный. То есть если говорить о том, что это было, это было А, Б и С, скорее всего. И очень вероятно, что развьется здесь еще один импульс, нисходящий, судя вот именно по часовому графику. Доллар-иена, Доллар-иена, дневной таймфрейм, все так же остается вероятность формирования именно вот такой вот сложной коррекции, которая состоит из зигзагов A, B, C, D, E. И соответственно, если мы предполагаем то, что последняя волна, последний зигзаг, и он завершился, то вполне вероятно, что может развиться новое восходящее движение. Если вот опять же будет пробита и вот эта трендовая линия, эти трендовые линии, они построены у меня по линейному таймфрейму. Дальше что? Опять же, обратите внимание на зародившийся восходящий импульс, который очень сильно скорректировался. а давайте откроем его, что называется, в масштабе. Возьмем часа два, возьмем часа два, и вот здесь я немного неправильно отметил первую волну, потому как, скорее всего, первая волна была вот здесь. И вот это вторая. Один, два. И вот этот уровень надо перенести на вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Потому что это уже импульсы внутри третьей волны. Ну, тогда мы увидим вот этот скок здесь. Но мы вот так вот слепо опираться на это не будем, а зайдем в последний импульс и посмотрим, есть ли в нем завершение или нет. Вот он. Девяносто четыре. Вот давайте 20 минут откроем. 20 минут откроем. 142 бара. Видите, где максимум? Скорее всего, еще может один импульс здесь быть. Может быть так, что движение вот это все, оно еще не закончилось, как бы не завершилось. Вот. Поэтому я бы рассматривал здесь возможность для покупок, для покупок, но очень осторожно. Очень осторожно, так как все-таки вероятность того, что вот это 1, 2, 3, это четвертая волна такая глубокая, она остается. Может такое быть. Вполне. Давайте понаблюдаем. Но все-таки заходить в покупку, вот если вы хотите более консервативно, допустим, нужно дождаться формирования тренда и отката по тренду уже. И войти тогда можно будет, скажем так, более надежно. Канадский доллар. Дневной таймфрейм видим мы здесь 1, 2 и 3. В целевой зоне находится четвертая волна. Вот она. В ней ABC, то есть два импульса. И в последнем импульсе, который мы уже будем рассматривать на четырехчасовом графике, вот, в нем видно 1, 2, 3, соответственно, формируется четвертая волна. Так, лишнее сейчас мы удалим. И вполне возможно, что эта коррекция в четвертой волне вот в среднесрочной перспективе она может остановиться между уровнями 38,2 и 50%. Если мы будем рассматривать сейчас часовик или там 30-минутный график, ну, видим здесь нарастание АО, что характерно именно для того, что здесь формируется только первый импульс, скорее всего, восходящий. Вот. Восходящий первый импульс, я не исключаю, что возможно, сегодня может быть обновление максимума от, ну, как минимум, цена может достигнуть максимума от 8-го июля. Вот. И тогда мы скажем, что здесь завершился там первый импульс вот в этой коррекции. Я думаю, что она достаточно продолжительной будет по времени. Вот. Поэтому среднесрочно я бы зашел здесь, наверное, среднесрочно именно вот от этих уровней. При условии, что цена этих уровней достигнет и там можно будет продать. Золото остается на дневном графике вероятность формирования именно вот такой вот плоской коррекции. 4 часа, если мы будем смотреть, здесь ничего нового со вчерашнего дня не произошло, кроме того, что здесь продолжается коррекционное движение и его оценивать достаточно тяжело внутри. То есть именно вот на 30-ти минутных графиках либо там на двухчасовых, на часовых точнее. Вот. Ну, тем не менее, здесь при определенном опыте и сноровке можно увидеть импульс. Несмотря на то, что вы видите вот эту вот тень длинную, импульс оценивается по линейному графику, по линейному графику мы увидим здесь минимум движущей силы и здесь увидим дивергенцию, что может говорить о том, что это был только первый импульс в этом движении. Вот здесь никакой дивергенции не увидите на свечах, на свечном графике, на линейном она будет видна, то есть она будет прослеживаться. Это говорит о том, что здесь только первый импульс с очень большой вероятностью только первый импульс завершился. И вот теперь мы можем вот это движение оценить, что в нем происходит. Вот от минимума 7 июля, соответственно, импульс и вот новый импульс. Давайте посмотрим, что внутри этого импульса происходит. 149 баров и потенциал у него вот этого импульса еще есть. Но если этот потенциал роста иссякнет где-то в пределах до максимума от 1 июля, то очень вероятно, что в этой коррекции, вот в этой всей коррекции мы увидим еще один импульс вниз. Про евро. Ну, давайте вернемся к евро. В принципе, какие-то вопросы есть, задавайте, я на них с удовольствием отвечу. Так, Про евро. Евро 4 часа. Новый нисходящий импульс начинается у нас от вот уровня 38, но если перевернете в FIBA, тут будет 38,2% коррекции, потому что у меня FIBA настроена именно на первую волну для того, чтобы уже смотреть цели для нового импульса вниз. Вот. Давайте возьмем, ну, вот видите, мы с вами буквально там несколько минут назад говорили о том, что по евро очень вероятно, что сегодняшний максимум будет обновлен. Вот практически сейчас это и произошло, поэтому я бы присмотрелся здесь к возможности для продаж, потому как я считаю, что формируется здесь нисходящий импульс, вот 1, 2, 3 и соответственно 4, и вот это у нас уровень, который можно отметить тут, это минимум предположительно первой волны в этом движении, не исключая того, что пределах где-то до этого уровня, 1, 3, 6, 4, то есть до этого уровня, эта коррекция она завершится и можно будет рассматривать возможности для продаж. Вот так. Какие еще есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат. доллар-канадец, на D1 мне кажется нисходящий клин, вроде он должен подняться до 1, 10 примерно, просто правильно определил или нет. Спасибо большое. Давайте посмотрим. Видите, я не работаю классическими методами анализа. Вот. Ну, просто мне нравятся больше волновые структуры. То есть на дневном графике какой тут клин вы видите? Я тут никакого клина не вижу. Я тут никакого клина не вижу. Я тут вижу 1, 2, 3, 4 и 4 волна, которая находится в целевой зоне сейчас. Внутри последний импульс С в этой четвертой волне совершенно точно видно, что он затухает. Но как бы в среднесрочной перспективе в нем единственное не хватает еще пятой волны. То есть коррекция четверка вот как-то так и вот так. Вот. И вполне вероятно, что после этого завершения мы увидим новый импульс вверх к обновлению максимума. Это уже в долгосрочной перспективе. Я обычно так далеко не заглядываю. 1.10 на дневном графике. Давайте я еще раз перечитаю ваше сообщение. Может я нисходящий клин. Вы вот это имеете ввиду что-ли? Вот это? Не вижу я тут никакого клина. Я вижу здесь два импульса А, Б и С. Но опять же это образ восприятия у каждого разный. Понимаете, я в свое время очень долго что-то называется натаскивал себя на то, чтобы находить вот эти волновые структуры и я сейчас их вижу при определенном раскладе вообще даже не рассматривая каждый импульс в масштабе в масштабе 100-150 баров. Вот и все. То есть здесь совершенно точно видно что это один импульс вот он состоит где-то первая в нем волна вторая третья четвертая и пятая зигзагообразная коррекция обычная вот это вот волна В в ней А, В, и С и в С у нас практически всегда состоит из пяти волн вот один два три четвертая формируется еще скорее всего будет один импульс в этом движении вот и все только обратите внимание на то что четвертая волна так быстро она не заканчивается если мы про этот последний импульс говорим то есть она может достаточно глубоко скорректировать тройку вот здесь походит ли это на клин я не знаю я не работаю классическими подходами просто для анализа то есть ну я могу высказаться достаточно даже категорично в этом в этих моментах я даже скажем так не использую уровни поддержки сопротивления то есть я считаю что таких уровней просто не существует это просто иллюзия определенная но это мое мнение опять же ваше 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 право скажем так с этим мнением быть согласным либо не согласным то есть это все зависит от того принимаете его вы или нет вот все так он поднимется я думаю в долгосрочной перспективе да мало того что поднимется он даже вот обновит максимум от 20 марта вот в долгосрочной перспективе потому что на это нужно время и времени здесь нужно достаточно для того чтобы вот эта коррекция завершилась она сейчас находится в целевой зоне и целевая зона вот между уровнем 38,2 и 61,8 процента коррекции вот от этого импульса вот и как бы на эту тему можно очень долго и много рассуждать но вопрос в том что как бы есть у каждого свое восприятие рынка и я говорю что я вот ожидал бы вот такого развития событий что вот в этом последнем движении которое началось от максимума 4 июля июня точнее этого года здесь скорее всего завершится коррекционная волна вот четверка которая может достаточно глубоко скорректировать последнюю последнюю волну нисходящую и вполне возможно будет еще один импульс тогда вот это движение закончится и вот после этого уже можно будет ожидать новый восходящий импульс который скорее всего вот этот максимум от 20 марта этого года обновит то есть там не 1.10 а даже 1.12 я чувствую а то и 1.13 будет вот так если я на ваш вопрос ответил ну как-то отреагируете скажите так все понял пожалуйста какие еще есть вопросы надо сказать что канадский доллар и австралийский доллар это интересные достаточно валютные пары ну про фунт я как бы вообще молчу последнее время меня эти скажем так инструменты интересуют и я их достаточно глубоко разбираю вот потому что они на мой взгляд очень техничные и вот по ним можно очень хорошо работать вот с позициями кажется практически любого вида анализа главное главное вот опять же это мое мнение главное понимать причину а не следствие когда просто люди пользуются какими-то индикаторами может опять же я как-то категорично выскажусь по этому моменту но факт остается фактом мало кто пытается разобраться в причинах появления тех или иных скажем так показаний индикатора сигналов и так далее я считаю что всегда нужно понимать почему почему появляется тот или иной сигнал как этот индикатор работает как он устроен взять автора почитать что автор который создал этот индикатор пишет потому что сегодня столько много информации которая вводит людей в заблуждение и она не то что неправильная она абсурдная порой вообще вот поэтому я все что я вам рассказываю я это получил непосредственно от автора от автора методики от Билла Вильямса соответственно то что он использовал в своих там книгах в своем подходе то что использует сейчас его дочь Джастин Вильямс с которой я по электронной почте правда общался но тем не менее я задал ей вопрос и она на него ответила без проблем вообще вот поэтому я призываю просто вас к тому что берите если берете какую-то авторскую методику изучайте до конца то есть точнее с самого начала я вообще не рассматриваю никаких альтернативных вариантов потому что я не пользуюсь классическим волновым анализом опять же возможно мое мнение в этом вопросе покажется вам категоричным но я считаю что классический волновой анализ это анализ просто чисто ради анализа для торговли он не подходит я волн не пересчитываю почему потому что я прогнозированием не занимаюсь большая проблема психологическая у трейдеров и кстати вот в нашей группе есть запись моего семинара который я проводил на сайте РБК вот вам ссылка в чат по психологии трейдинга он называется психология трейдинга что вам мешает зарабатывать посмотрите оставьте свой отзыв в комментариях я буду вам просто признателен вопрос в том что нельзя строить нельзя подгонять свою мысль вперед если вы начинаете этим заниматься все вы уже не с рынком вы не ощущаете того что на рынке происходит я предпочитаю ощущать то что происходит здесь сейчас прямо вот в текущий момент со временем когда если вы просто проявите усердие скажем так и овладеете навыками анализа и понимание рынка я считаю что со временем формируется определенный навык который исключает возможности подгонки своих мыслей под то что происходит на рынке и тем более это может произойти вы же не можете будущее оценить и как-то предвидеть его поэтому я исхожу всегда как в любой как в любой в любом классическом подходе я считаю что нужно исходить из того что сейчас на рынке происходит вот и уже опираясь на определенные сигналы совершать сделки потому что предвидеть то что произойдет да невозможно просто нужно это принять как факт как должное и от этого уже отталкиваться вот так ну если скажем так мои мысли вам показались какими-то может быть полезными то если какие-то вопросы у вас появятся вы можете их написать мне на адрес электронной почты ekcabakaalpari.ru . . основного таймфрейма у вас нет что значит основной таймфрейм по этому поводу я тоже выскажусь возможно тоже достаточно категорично по той лишь простой причине что что такое основной таймфрейм деление на таймфрейм оно вообще условное потому что свечи они строятся из потока котировок которые приходят в ваш торговый терминал правильно а на таймфрейме вы уже сами делите на какой хотите на такой делите возьмете интервал час у вас будет час возьмете два часа три часа не знаю 33 минуты 43 минуты можно любой таймфрейм построить от этого ничего не изменится нужно понимать для чего вы это делаете потому что допустим если вы возьмете свечи ренка которые ко времени не привязаны вы поймете что это какой-то ну как будто бы параллельная реальность которая существует вот в качестве альтернативы с обычным свечам вот у нас к сожалению время уже стекло я очень благодарю вас за вопросы и очень признателен что у вас такие вот вопросы появляются это очень хорошо значит вам рынки интересны увидимся услышимся мы с вами завтра также в это же время в 10 часов по Москве на этом у меня на сегодня все я желаю вам успешных сделок благодарю вас за внимание хорошего дня и до свидания